В Астане начался масштабный фестиваль еды Дамдефест. Необычное мероприятие проходит в Казахстане впервые в преддверии Дня Благодарности. Посетители фуд-фестиваля смогут отведать угощения, пройти многочисленные мастер-классы и узнать рецепт приготовления древнего национального блюда «Ульперщек». Для точной рецептуры организаторам даже пришлось привлечь историков. Вырученные средства пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. В фестивале примут участие казахстанские и российские артисты, а также ведущие телеканала 24KZ. Сейчас на месте события находится и наш корреспондент Азиза Макулбаева. Азиза, как настроение участников Дамдефеста и много ли гостей собралось? Здравствуйте, Арестан. Настроение на первом благотворительном фестивале еды Дамдефест не только вкусное, но и самое положительное. Особенно радует тот факт, что среди приглашенных очень много детей. Для них организаторы приготовили специальную программу. Множество мастер-классов, впрочем, позаботились и об их мамах. Специально для них лучшие визажисты и парикмахеры столицы будут проводить специальные мастер-классы. Впрочем, не придется скучать и сильной половине человечества. Специально для них в мастер-классах будут учить, как готовить блюда с мужским характером. Отдельно хотелось бы отметить благотворительную миссию этого фестиваля. Дело в том, что все собранные средства будут направлены на помощь детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении, которое нельзя оказать в Казахстане. Все собранные средства будут переданы в благотворительный фонд Добровольное общество Милосердия. Ну а чтобы рассказать об идее фестиваля, лучше всего, конечно, от первоисточника рядом со мной находится организатор благотворительного фестиваля Индира Ахметова. Индира, как появилась идея проведения подобного мероприятия здесь, в Казахстане? На самом деле мы компания, которая организовывает питание, то есть мы работаем в сфере питания. Естественно, то, что мы решили выбрать темой данного фестиваля именно фуд-фестиваль Дамдефест. Мы очень долго готовились к данному мероприятию, к сегодняшнему мероприятию. Это заняло около двух с половиной месяцев. Было вовлечено около двухсот человек задействовано в организации. Вообще основной идеей и целью это было, естественно, помочь детским домам, помочь тяжело больным детям. Для этого мы сотрудничаем с фондом «Аружан САИН». Ну и, конечно же, показать, как сейчас, на сегодняшний день, должны молодые развивающиеся компании относиться к социальным вопросам, к социальным проблемам, что мы должны быть вовлечены, что мы должны делать добрые дела. Индира, если положиться, поделиться с телезрителями первыми впечатлениями, на ваш взгляд, удалось ли мероприятие? Люди, как вы думаете, нравится ли подобный формат? Я думаю, что очень нравится, потому что, на самом деле, это новый формат. Мы не только кормим, мы организовываем огромное количество разных мастер-классов, бесплатных мастер-классов. Люди приходят, они могут внести и свою добрую лепту, внести свой вклад в выздоровление, да, то есть дать надежду на выздоровление нашим деткам, которые, к сожалению, болеют. И также получить уйму-уйму классных, радостных эмоций, получить бесценные мастер-классы от профессионалов. Ну, как бы, это действительно новый формат в Казахстане. И мы надеемся, искренне верим в то, что нашим гостям все понравится. Большое спасибо Индира. А для тех телезрителей, которые только что присоединились к нам, я хочу напомнить, что в самом центре столицы, в одной из гостиниц, проходит благотворительное мероприятие Дэм-де-фест. Стоимость входного билета всего лишь тысячи тенге. Дети до 12 лет могут входить совершенно бесплатно. Проведите вечер субботы с пользой и помогите благому делу. А Растан, у меня на этом все. Мы продолжаем следить за событиями.